Здравствуйте, добро пожаловать в Екатеринбург! Всех с Днём Народного Единства! И вот такая вот классическая зимняя ноябрьская погода на границе Европы и Азии, на берегах Исети, в городе трёх веков, однако в которой мы переносимся не столько по историческим, хотя исторических-то тоже чем много. Приятных, интересных футбол, футбол в центре нашего внимания. Родина, кстати, тоже немало ничьих, немало мирных перемирий завершила, у неё их восемь, но это всё-таки далековато до Арсенала. Частенько такое единоборство случается, но вот сегодня обменяются ли они забитыми мячами? Пока первый ход делает Алексей Ионов, но здесь вне игры. Здесь вне игры, так что мы спокойно, без эмоций, без надрыва в голосе этот эпизод прокомментировали. Даже если бы попало, то его бы не засчитали. На первом месте именно торпедовцы Сочи после трёх поражений в трёх первых матчах тоже в приход. Себя здесь чуть-чуть не успевает Бегич, достается от него штанги. А мяч по-прежнему у Корякина, у которого всё-таки сейчас работы чуть побольше. Работы хватает. Амур забил Енисеев. Ну, впрочем, это уже далеко не новая шутка. А вот момент опасный. Егорычев не забивает. Набивание Бивеева. Блок Агаева. Но какой момент-то сейчас был. Вот это уже стопроцентная голевая ситуация. Первая в сегодняшнем матче. А не было ли там сейчас вне игры? Егорычев. Андрей Егорычев. Вновь Гордюшенко. И вот теперь он уже точной передачи Калмыкова находит. А там ещё набегал на дальнюю штангу Митя Крижа. Вот чуть ли не впервые. А может быть, ещё кого-то, кого мы не обозначили. Астемир Гордюшенко. Александр Юшин. Удар по воротам. Это было очень опасно. Вот первый шанс Юшина попасть в девятку и добить свою девятку. Ну, в смысле, дойти, довести количество мячей своих до девяти. Корпус Тимур Аюпов ставит. Канэ роняет. Гордюшенко обволит. Штрафной проникает. И удар наносит, но не попадает. Эпизод имени Тимура Аюпова. Имеев не совсем на выгодной позиции находился. Аюпов уложил защитника. И пробил точно по центру и за пределом штрафной. Но точно в руки всё видевшему и готового ко всему Александру Корякину. Вот здесь уже Словенец на высоте. Железнов. Ещё одна атака. Передача. Аюпов. Куда нога поехала. Ну, в общем, кому грусть, кому потеха. Очередной выгоднейший момент не использует Тимур Аюпов. Всё ему здесь сделали. Родина тоже сейчас придёт в войну и замеру. А мы вновь смотрим на Александра Юшина, перед которым никого нет. Он выходит один на один. И почему не попадает выше? Куда? Почему не прокатил? Зачем нужен был этот подъём? Что Кузнецов таким великаном перед ним сейчас вырос, перекрывая весь обзор? Да. Егорычев. И вот передача на ход. И здесь великолепен Мещанинов. В подкате на угловой выбивает. И опять, и опять вот какая-то, ну, то ли нерешительность, неуверенность вот в действиях игроков Урала присутствовала. Преимущество. Сунгатулин. Бигфалли входит в штрафную. Мяч оскакивает к Егорычеву. Дальше к Пороху. Уж так бы попадает Илья Порохов. Искры там от неё сейчас не полетели. А события уже довольно-таки стремительно перемещаются к противоположным воротам. Бурлаков, Рейна. Последняя атака Урала. Последние секунды первого круга МЛП от первой лиги. Всё! Урал не проигрывает на Екатеринбург-арене, но он не побеждает. Для вас из Екатеринбурга работал комментатор Борис Аболин. Всем удачи и выбирайте правильный путь к победе. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!